Хорошо, Юха. Возвращаясь к кирхе Святой Екатерине, 1791 год. Это, наверное, не первый, все-таки был при основании города, я знаю, в 1760 году был построен первый футеранский кирх. Но в 1721 году, как я понял, через 5 лет после начала закладки крепости Омской уже было кирха, ну или молитвенный дом, как в русской интерпретации, лютеранская, и православная церковь. Через 5 лет. Они были уже в 16-м году. В самом городе Омск считается из-за этого эти два церковь, значит, лютеранская церковь и православная церковь. Они построили первую церковь, потом начинал построить остальные крепости. Йоган Бу Голдс сам был немец. Ну ладно, это был первый храм. Смотри, он Йоган все-таки, да? Потому что в ифонске говорят Иван Бу Голдс. Йоган Бу Голдс, немец. Понятно. Потом по-русски, это Иван. Йоган – это Иван. Понятно. Поэтому был он лютеран или нет, я думаю, что не был. Я думаю, что он родился как лютеран, но потом, когда стал полковник русской армии, ради, может быть, карьеры он менял. Но это не сто процентов, уверенно. Понятно. Я не знаю. Ну вот смотри, Кирха до сих пор стоит. Наверху почему-то стоит на треугольнике. Мы засняли специально, показали нашим зрителям. 1792 год. Я так понял, это год освещения. Да. Потому что 91-92 год. Вот в советское время, которое ты не изучаешь, но все равно ты наверняка жил в Омске и знаешь, что в Кирхе сейчас музей МВД внутренних дел. То есть там начиналось, наверное, с ЧК, ВЧК, НКВД, музей, потом милиция, и сейчас это полиция в России. Мне рассказали историю, что в алтаре, вот в советское время, там стоял огромный двухметровый бюст Дежинского. Ты застал это время еще? Есть у тебя история? Да. Я был там много раз. История такая, что его убрали у верующих в 30-м году. Вообще гонение в Сибири было сильнее в 30-м году. Убрали церковь в Омске. Забрали, то есть у верующих. Да, собрали в Омске, собрали в Иркутске, собрали в Букене, собрали в Рижково, собрали... Я так понимаю, я, конечно, не могу каждое число сказать, но тогда начиналось гонение в Сибири. Ну, везде, во всей России. Да. И там были разные волны гонения, была коллективизация, когда раскулачили людей. Это была уже очень большая угроза. Был уже до этого, уже в осень время гражданская война, и до этого хотели делать кинотеатр, храм верхней суеты. Но потом, конечно, это было очень мудное время, и верующие тоже сильно протестовали. Но, как в Омске, я знаю прихожан, которые были крещены там, на эту старую кирху. У нас прихожан был в самом приходе, женщина Мария Пирман, которая была там крещена. И у нас был прихожан, который отца крестил, верующих, когда не был пасторов, но их убили из-за этого. Они были честные мученики. Сказали, что от креста креста, сказали, что не от креста, и стреляли. И у меня есть данные, что некоторые стреляли, но пастор Омска стреляли в 26-м году, Шулц. Был последний пастор, посадили туда Камчатка на лагерь, или на Белое море, я уже не помню точно. Но там умер, это только был пастор. А кроме их, обычные люди, которые, можно сказать, крестили, отпевали, проповедовали. В Витеринской церкви уже все могут крестить, но на таком мудном времени. И проповедовать должен каждый верующий и так далее. Но мужчины в основном убили или на лагерь посадили. Но церковь в 30-м, если я правильно помню, в 30-м или в 32-м году убрали. Или как по-русски сказать? Забрали, отобрали. Собрали верующих. И он был пустой. После этого я понимаю, что он был пустой. Мне говорили, что там склад какой-то был. До 70-х годов. Может быть, склад какой-то был. Но я понимаю, что когда было это время отопил, верующие сказали, что возвращайте этот храм. Потому что в Омск жили очень много немцев, которые из Волга, Саратовский округ, пришли в время войны в Омске. И там круг Омска жили очень много немцев. И на Казахстане были несколько сотни тысяч немцев. И они сказали, что возвращайте, пожалуйста, этот храм для верующих. И только тогда этот КГБ сказал, что не даем. И делали его на свой культурный центр. И потом построили этот концертный дом. Или как называется? Культурный центр. Культурный центр, да. И соединили небольшим переходом как раз кирхой. Да, и соединили небольшим переходом. И осветили наших храмов. Для Феликса Эдмундовича. Понимаете, когда я первый раз пришел в Омск, для меня это было непонятно. Что один из самых больших, можно сказать, человек, который оформил эту систему советской России, который убил миллионов людей, стоят там на местном алтаре, где на храм, где верующие молились и совершали причастие. И там стоят Феликс Эдмундович, его бюстер, огромный бюстер. И все в стене полном оружия. И для меня это был такой шок. И я сразу сказал, что это не может быть благословение для этого города. Не может быть. И, конечно, я там много раз был. У меня ничего не против ФСБ или министр внутренних дел, или никого. У меня ничего. Я с любовью всегда встретил эти руководители музея. Министр внутренних дел, что там внутри. Но, конечно, если мы посмотрим не только в таком узком взгляд, а вообще в мировой истории, я за историк. И я посмотрю, что да, на какое-то время в Омске жили 20 тысяч лютеран. И это был их храм, премьер-революция. И сегодняшний день. Тот место, где они молились. Гонями люди молились. Бог, что спасай мой родственник, спасай этот пастор. Понимаете, что люди молятся в храме. И сегодня там бюстов Алексей Мундович. Но это, конечно, скорбительно для всех верующих. Это скорбительно. Но сегодня нет этого бюста. Сегодня, говорят, его убрали уже. Я не знаю, сколько лет прошло. Мы разговаривали с пастором церкви Ингрии как раз. По-моему, Игорь Джонович, да? Он нам рассказывал. Сейчас там мотоцикл стоит, милицейский. Я читаю, что они тоже... Я много раз об этом говорил. Я сказал, что, понимаете, это святое место для нас. И Феликс Мундович там стоят. И они, наверное, это тоже понимали. И не только я. Я знаю, что верующие писали письмы и так далее. И потом раз-раз там делали какой-то ремонт. Наверное, в 2005 году или... Нет, в 2009 году там делали ремонт. И в то время они убрали этот Феликс Мундович. Бюст оттуда и поставили туда вместо него мотоцикла. Ну, мотоцикл. Такая милиция с мотоциклом. И мы, конечно, были рады с этого. Но все равно, конечно... Но удивительно было, когда мы смогли бы там рукоположить один наш пастор. Да, я вот об этом хотел как раз спросить. Я знаю историю, что все-таки МВД наши уже в 2000-х разрешили вам провести богослужение там в этом, по их мнению, музее. Но это историческая кирха, это историческо-литеранская храм. Разрешили рукоположение произвести в священнике. Это один случай был. Расскажи про него и, может быть, еще что-то было. Но там была такая история, что... Немножко мне надо уточнить сейчас эти числа. Что у нас пастор, как раз этот Красноярский край, там, Виталий Сергеевич Лучагов, он закончил его учебу. Он был уже рукоположен как диакон церкви в Ингриде. И у нас было пасторское собрание в Омске. И епископ пришел, Ариматевич, Кукаппи пришел в Омске. И все пасторы из Сибири, наши сибирские пропсты, человек, наверное, 15-20 был там наших пасторов. И мы решили, что... Но время этого пасторского семинария мы будем рукоположить Виталия Сергеевича. И мой смысл был, что мы будем договориться с этой кирхой, евангельской церковью, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Тот храм, который в Омске есть, красивый кирпичный храм в Омске. Что мы там будем совершить это рукоположение. И потому что наш приход, в Омске приход, есть только маленький офис. Но мы там читаем богослужения тоже, потому что у нас нет места, где совершить богослужение. И этот Виталий Сергеевич сказал, что нет, я хочу, чтобы будет наше место. Но он сам вечером мы говорили об этом. И я уже еще помню, среда вечера мы говорили об этой теме, но где буду совершить. Я уже договорились, что мы будем там на кирха, на немецкие церкви. И Виталий сказал, мне неудобно пойти в, понимаешь, шуше место. Но другая, мы очень трудно, трудно такое, у нас нет проблем с этим приходом, но все равно. Я сказал, но где-то, наш офис, но это не очень, понимаете, исторические события, что такое, квартира, офис, рукоположение совершили. И тогда у меня появилось такое смеси, а если бы мы спрашивали министер внутренних дел. И следующее утро, это было четверг, мы ездили туда, на этот старый кирхов, там руководитель музея встретили и сказали, но как вы думаете, если бы мы здесь будем службу почитать. И она сказала, что, ну, интересный вопрос, давайте я спрошу. И у ей был этот телефон, и она начинала звонить для разные чиновники, министер внутренних дел и ФСБ и так далее. А никто трубку не брал. И в конце концов, она, я помню, она эту трубку бросала и сказала, что, ну ладно, конечно, это же ваша церковь. Какая-то невероятная история. И потом мы договорились, что в следующий день, это была пятница, мы будем там службу почитать. Они выгнал, они сами убрали этот мотоцикл из музея. И мы пришли туда, у нас было такое место, где можно на колени стоять, на такой алтарной. И был с собой, они дал нам стулья, сталь, я там везде был, и мы делали там богослужения. И это все происходит так быстро, что мы полностью не понимали, что происходит, понимаете. Нет, еще ума не был с собой. И епископ сказал, что я буду литург. Сказал, что ты, Юга, ты будешь там, как дьякон, начало читать молитву, исповеду. Мы исповедуем свои грехи, я был в тот литург, и потом Евгений Люкинов из немецкой церкови, их пропст, в то время, если я правильно помню, он читал Библию. Мы были все лютеранскими вместе, в котором город Омск. Все пасторы были там, и немцы, и финны, и церковь ингреди, и так далее. Мы все были там вместе. Освятили этот храм. Кто познал, испытал, как он благ и тебе славит Божье имя. Сегодня мы с радостью собрались для нас в такой исторический день в этом зале лютеранской церкви. Мы все, естественно, молимся, даже предпринимаем определенные усилия по тому, чтобы эта церковь торжествовала опять по славу Господу, торжествовала для спасения душ человеческих, совершала свое доброе служение в этом трудном и многострадленном мире. Сегодня мы также с радостью совершаем рукоположение дьякона Виталия Лучегова, сам пастора, я, как епископ евангелической литеранской церкви Индии, вместе с братьями по сослужению, посвящаю тебя, сам пастора и проповедника во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, дыбой Бога Отца и общения Духа Святого добудетесь так и сейчас, и во время. И примей знаки пасторского служения, стол, как знак иго Христова, возьми иго моё на себя, ибо иго моё благо, и время моё легко, говорит Господь. Также наперсный крест, знак пасторского проповедного служения, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Господа нашего. Господа, смотри, надеясь на имя святое, жизни и смерти даю свете царство благое. И епископ читал проповедь, и рукоположил, и все пасторы в Сибири там. И этот руководитель, руководитель музея милиции пришла, она плакала. И она сказала, что действительно как-то трудно дышать, понимаешь, этот микроклимат, этот храм плохого. Но мы ничего не сказали. Сказали, ну, наверное, из-за этого Фелико Мундовича и остальных террористов. Но, понимаете, и потом она плакала, сказала, что, когда вы здесь слух почитал, было как чистота. И мы рукоположение делали в Италии Сергеевича. И потом причастие. Понимаете, первый раз причастие после сколько лет? 80 лет, да. Или больше. Я помню, я был эпископом там в алтаре, у него было тело крестовое, у меня была кровь крестовая. И когда я читал, что это слово «остановление», что Иисус взял чашу и благозоверие и так далее, я понимаю, что происходит. Что у меня кровь креста в руках. И на как раз все эти стены меня кричают. Эти мученики кричают, которые убили в советском время, что мы здесь молились. Ой, это было как молоток на мой колобок. И, конечно, после этого я понимал, о чем мы делаем. Это было историческое событие, но это было глубоко духовное событие на этот город. И потом, я помню, еще руководительница в музей пришел в эпископ и сказала, что как вы это можете делать? Здесь все эти оружия. Как вы можете здесь службу почитать? Его же не осветили, как церковь снова. Эпископ сказал, что, ну, понимаете, когда мы здесь слово Божие делаем, читаем, это уже осветает это место. Это церковь. Это всегда была церковь. Вот что здесь делали? Это всегда была церковь. И это всегда будет церковь. И мы, конечно, уже лет двадцать спрашивали у государства возражать эту церковь. Это же наша церковь, наша лютеранская церковь. Как этот формить? Ну, мы, конечно, желаем, что его формит церковь Индии. Ну, если формить для немецкой церковь, какая разница? Это лютеранская церковь. Мы были один церковь. Мы один верующий. И исторические данные есть. Полно, что там читали богослужения на эстонском языке, на немецком языке, на русском языке, на латышком языке. Все лютеранские народы до 1906 года там собирались. И после этого. Поэтому, да. Такая, можно сказать, удивительная история у меня есть. Но я читаю, что это как духовная борьба, на самом деле. И до тех пор эта борьба продолжается. Не хочет они возражать этот храм. Но будет время, когда возражают. Не может. Я тоже думаю. Если не сегодня, или 10 лет, или 20 лет, или 50 лет, если не возражают. Но мы живем, мы умираем. Будут новые верующие. Их возражают. Будут тоже новые администрации. Чтобы у Бога есть время. И это не вопрос моей личности. Это не вопрос личности министра внутренних дел в Омске или России. Это не вопрос глава страны. Это не такой вопрос. Это вопрос, кто делает эти решения. Возражает эту церковь. Тот получает благословение. Понимаете? Я понимаю. И этот вопрос тоже для нас. Прихода в Омске и без церкви. Это вопрос молитвы. И такой духовности. Мы готовы его принимать. И я всегда сказал для верующих, что, понимаете, мы уже 20 лет этот молились. Бог еще не дал этот нам. Может быть, мы не готовы. Или эти люди, которые делают это последнее решение, не готовы получить это благословение. Поэтому... Юха, я узнал об этой церкви. Я узнал об этой церкви буквально, ну, может быть, год назад. И сразу написал письма как представитель Всемирного Иоанновского альянса. Есть крупная такая организация. Старейшая, наверное, протестантская. Я вхожу в сеть по миру и примирению. Это моя непосредственная работа и труд. Я написал письма и губернатору, и в МВД получил ответ. И знаешь, вот МВД написало на трех листах ответ. Дали всю историческую основу этого всего. Потом я разговаривал и в одной церкви, и в другой с пастырями. Взял интервью и там, и там, и в немецкой церкви, и в церкви Ингрии. Я знаю, какая работа была. 20 лет. Были получены все разрешения. Но МВД ссылается на один, ну, я не знаю, скажем, казус. Что епископ немецкой церкви, вот сибирской, он написал письмо, что почему отдаете, как я понял. Вот из их ответа короткого, что якобы литеране сами не договорились, кто является наследником и кому передавать, мы не знаем. И вот на этом они ссылаются сегодня, что не знают, кому передавать. Церкви Ингрии, церкви, ну, скажем так, немецкой церкви. Кому передали. И, ну, вот знаешь, может быть, пришло время епископам, конечно, потому что один пастор и второй говорят, это не наш вопрос, это вопрос епископов наших, что они должны договориться и взять, например, у немецкой общины огромный участок земли, огромный храм построен, красивейший пастор, умнейший, открытый человек ведет огромную работу. Мы побыли, где вот ваш офис, как вы называете, где богослужение все равно проходит. Фантастически все. Вот рассказы. Ну, может быть, пришло время и нам самим договориться, и епископам договориться. И неважно, кто возьмет. Главное, чтобы там, на историческом месте в этой церкви, ну, старейшие в Сибири, наверное, начали проводить богослужения. Что ты думаешь об этом? Ну, я работал в Сибири как пропственц в церковь Ингрии семь лет. До этого я был настоятель в Омский приход. И когда я первый раз приехал в Омске в 2000 году в мае месяце, я сразу встречал этот епископ Сайлер, который в то время был епископом немецкой церкви. И я только сказал, что я скоро здесь буду работать как пастором. И он поднимал этот вопрос старой церкви. Сказал, что у нас этот красивый храм здесь, и у нас нет экономика или сила держать два храма. У нас хватит этого. Я читаю, что вы должны брать это. И он дал эту идею, чтобы его брать церковь Ингрии. Я знаю, даже письма есть от него, что он не против, чтобы передали церкви Ингрии. Он был, он был. А после этого в России, конечно, появилась тоже некоторая кризис между церквями ютеранскими. И один, конечно, вопрос это тоже, что у нас есть какие-то богословские вопросы. Да. И я видел это так, что я всегда сказал для немецких Сибири, Урал и Дальний Восток, Ютеранская церковь, что мы вообще должны в Сибири соединиться. У нас в Сибири нету такой богословский вопрос. А в Европе, может быть, да. И там сильное влияние Германия, и Финляндия, и такое иностранное влияние сильное. А у нас в Сибири что, мы далеко. И у нас таких богословских вопросов нет. У нас есть разные национальности, которые уже много раз друг с другом смешались, ассимилировались в Россию. Мы все не финны, не немцы, не шведов, не эстонцы, мы сибиряки все. Россияне. Россияне, да. Но не только россияне, а сибиряки мы. Что мы живем там, работаем там вместе. Сколько раз я смог СУЗ почитать на их красивые фразы. Мы делали там пасторские семинарии. Я очень много людей туда вел. Сказал, что приходи сюда. В каком-то причине. Понимаете, есть разные причины. И есть люди, которые не хотят в какую-то квартиру собираться. Есть люди, которые надо спилить, все красиво. Ну, давай. Давай. Там есть тот же вера. Ходите туда. Я очень много помощи получил этих пасторов. И сам их помогал. И я хочу... Моя мечта вообще в то время и с тех пор есть такое, что у нас в Сибири только один лютеранский церковь. Но, где есть... Приходит церковь в Ингрии, где есть немецкие общины. Оба церковь, церковь в Ингрии, это немецкие общины. У нас есть одно духовное тоже корни. Мы богословские называем пиетизмом. И очень низкие церковные верующие. Там дом молитвы, там у немцев, там и тут. Они такие общины. Но еще есть сибирский лютеранский церковь, этот епископ Литкин в Новосибирске. Тоже консервативный лютеранский церковь. И есть остатки этой книги... Ауспурской вероисповедания. Есть епископ Александр Франц Барнов. У меня лично никакой проблемы с этими людьми. Общая вера у нас. Мы друг другу помогаем. И поэтому моя мечта, конечно, быть вместе. Но раз у нас так есть сейчас, что несколько церковь. Но церковь немецкая, конечно, крупнее церковь, чем церковь в Ингрии в Сибири. Правильно. У них центр в Омске. Правильно. Я их благословляю. Но никто не может сказать, что в церковь в Ингрии тоже нет преемника, этот храм. Мы тоже преемники. Они преемники, мы преемники. Но надо, конечно, говориться, как вы сказали. Надо мириться и сказать, что давайте делать какой-то договор об этом. Я много раз сказал. Но кто-то скандалит где-то в Европе. Какой-то вопрос хоть где. Но важно, что мы не даем какой-то сорубезный церковь. Понимаете? Или наша церковь так, что это будет какой-то вопрос либерализма или женского священства или такое. Я думаю, что мы все это понимаем. Но я вижу тоже, что этот министерство внутренних дел использует этот как инструмент, не дать этот храм. Это не настоящая причина. Это, понимаете, мы грешники все верующие. Всегда можно найти что-то, что мы не угодны. Да. Но все равно, как мы уже говорили. Давайте будем молиться и будем верить. Я призываю всех наших зрителей тоже, чтобы Бог соединил нас. И чтобы храм, который построен был верующими людьми и для верующих людей. Храм, в котором молились все эти 300 лет за Сибирь, за Россию, за наших царей, за наших правителей. Даже в первые годы советской власти там возносились молитвы. И в 2000-х годах вот эта удивительная история ваша. Я думаю, что храм должен быть возвращен. Тем более политика сегодня российского государства и нашего президента. Чтобы возвращать храмы всем конфессиям, всем верующим. Я думаю, мы должны найти общий язык. И он будет найден обязательно. И храм вернется и будет служить Богу. И еще немало людей посетят его. Юха, спасибо огромное за этот рассказ. И я надеюсь, что мы еще поговорим за Минусинск. Вы расскажете нам историю того края. И, конечно, я впервые об этом услышал. Для себя назвал Русская Лютеранская Америка. Подготовим, может быть, еще программу по этой теме. Вместе с вами. Спасибо большое. Будущий доктор Юха Саари, да? Да, Саари. Юха Саари. Был у нас прямо из Финляндии, из города Лахти. Надеемся, что мы еще продолжим исторические эти рассказы о лютеранах, о протестантах в России. Нашим зрителям скажу. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Мы продолжаем рассказывать историю нашей страны. Историю Сибири, непознанную историю, которую мы мало знаем, мало понимаем, которая не изучена. И хорошо, что сегодня есть люди не только у нас в России, но и вот такие удивительные люди, которые любят Россию, любят историю России, как Юха Саари. И спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространите это видео. Благослови всех Господь.